салют друзья я думаю что вы узнаете это место так как на моем канале было несколько выпусков с пальмы и стройки ресторана украинских бизнесменов павла и георгия которые впервые строят ресторан в дубае прошло довольно много времени с момента начала стройки более полугода но сегодня наконец-то мы здесь чтобы открыть ресторан аргентина гриль на пальме давайте посмотрим что же получилось как выглядит этот новый ресторан познакомимся с командой и обязательно поджарим вкусного аргентинского стейка пошли паш я хочу поздравить тебя с георгием с открытием ресторана аргентина гриль в дубае наконец-то вы это сделали я я подразумеваю что это был довольно такой сложный долгий путь пожалуйста поделись своим опытом как это было и все что вы извлекли полезного с открытия этого первого ресторана дуба приветствую андрей приветствую всех подписчиков да действительно открытие ресторана было долгое сложное так говорят обычно первый блин всегда кому вот самое первое чтобы хотелось на поделиться и всем рассказать это прежде чем открывать любой бизнес в новой стране самое главное эту страну нужно хорошо изучить сделать четкое исследование рынка понимать культуры понимать власти понимать как что здесь работает мы прежде чем выйти на рынок до пять лет пытались для себя исследовать но бизнес-рынок дубая для того чтобы но открыть здесь рестораны нам казалось что мы вроде бы уже все знали и ну приехав сюда мы уже понимали что мы знаем все да мы знаем как строить как куда идти ну с кем договариваться ну как оказалось это не так как оказалось очень много было подводных камней и так как мы там говорили с тобой в предыдущих передачах первое что самое сложное было да это тогда когда мы получилось так что у нас сошел с дистанции застройщик это было действительно очень сложно потому что ты во первых а ты приезжаешь на четверть построенного ресторана где есть уже какие-то там разводки коммуникации электрика и ты приезжаешь ты не видел как это строили как они проводили ты должен в этом всем разобраться на это потерялась достаточно очень много времени да действительно если помнишь мы с тобой тогда говорили что я построю ресторан думаю за два месяца практически я вложился в этот срок если помнишь 1 ноября я сюда приехал и я скажу что с учетом там новогодних праздников и всего мы 19 февраля были готовы открыть свои двери приехали все ребята 19 февраля вся команда была уже здесь ну и мы думали сейчас мы закручиваем последние винтики открываем двери и вылком пожалуйста оказалось все не так легко первую очередь нужно было собрать массу разных документов для того чтобы открыться это занимает очень долго времени это куча бюрократии у них на все как говорят здесь иншалла ту мору это вот и все это происходит ну очень долго очень тяжело плюс еще то что застройщик который убежал он подал лэнкорду на хилу поддельные документы и получается что у нас вообще получились чудеса мы чуть ли строились ну просто так без разрешения потом когда это как оказалось в документации но у нас было очень много как бы нюансов проблемы и мы не понимали даже как теперь делать дамы заново построенный ресторан подавали заново как бы чертежи там дровинцы для того чтобы получить все опробу это очень было сложно и я уже думал на и каждый день ты просто на нервах когда же когда же откроемся тем более вся команда ее нужно было как-то поддерживать ваши ребята приехали все таки работать зарабатывать деньги благо что мы брали ну ребят тех которые как бы ну понимали куда они едут и понимали что могут быть разные вещи ну там может быть мало людей там пока местом небольшие чаевые или что-то еще любые форс-мажоры вся команда ехала такая которая ну будем говорить они дружные они все это понимали все это вместе с нами как бы пережили спасибо им это для меня это очень много значит как для руководителя когда за спиной у меня есть такая команда вот тем не менее как бы мы прошли весь этот путь и открылись вот сейчас уже наши двери открыты я всех как бы привину желаю видеть в нашем ресторане я обожаю когда много гостей в ресторане для меня это как бы ну наивысшая награда да когда ресторан полон гостей если какие то есть вопросы еще потом какие более там конкретные нюансы были по открытию задавайте вопросы я с удовольствием на них отвечу да хорошо как ты считаешь что было основной задержкой вообще вот в паузе почти в три месяца то есть ты был готов открываться в середине февраля да но по факту вы открылись почти в конце мая то есть три месяца вы были в режиме в режиме ожидания в нерабочем режиме почему причина это я еще раз объясню первая причина это то что обязательно очень внимательно нужно понимать и проверять всю документацию ту которую вы подписываете непосредственно с конструкторами застройщиками с оплайерами со всеми всеми то есть это согласование в government да 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 по большому счету пройдя уже такой опыт ты уже ну я допустим понимаю достроить следующий ресторан я уже понимаю допустим судну как правильно все подавать как правильно то есть ты можешь сам за этим всем следить если там полагаться как правило там на кого-то на юристов нет ребята так не получается и поверьте мне это ваш бизнес и никто за вас разбираться не будет поэтому разбирайтесь полностью сами обязательно нужно вникать во все нюансы во все вопросы договариваться в одну со всеми все договора нужно определять и договариваться обязательно на берегу иначе потом выскакивает ну миллион вопросов я же объяснил да у нас не было документов и тогда когда мы пришли по большому счету получить опробу от трахиса ну это трахис здесь это как вы можете у нас там газ то есть прежде чем ты начинаешь строить и должен прийти принести документы проекты тебе должны поставить разрешение да вы можете строить и потом тогда когда ты сдаешь уже объект и приходишь опять ним с документами которые они там разрешили строить вот и они по этим документам проверяют и будет тебя в эксплуатацию здесь принцип такой же да ну плюс-минус ты приходишь сначала трахис подаешь дровинцы они ставят опробовал если у них есть какие-то вопросы нюансы они сразу их корректируют и пока ты это все не устранишь вот они не дадут разрешение настройка у нас получилось так что у нас не было этого разрешения на стройку а здесь когда мы строились ну тот застройщик показал им поддельные документы получается тогда когда мы пришли получать документацию нам сказали что извините а вас вообще нету в системе это конечно был крат я не понимал что делать ну главное что разрулили я скажу что он действительно как бы мы у нас здесь ну в самом нахиле как бы они уже за нас тоже переживали очень сильно видели что мы очень как бы порядочная компания люди и все они действительно ну пасибо гордон но самого молана хил да они нам очень сильно помогали они они помогали в муниципалитете действительно подставили нам плечо хотя как говорят здесь это редкость имея вот такой уже опыт вы прошли через определенные испытания да здесь до открытия давай изложим тезис на по пунктам этапы строительства дубаи от момента задумки до реализации и открытия дверей хороший вопрос давайте я скажу это более там кратко да для того чтобы было общее понимание с точки момента когда вы задумали открывать ресторан был их дубая да как инструкции да и момент тогда когда вы уже его открыли в первую очередь но самое главное должна быть уже готовая концепция ресторана причем скажу наверное уже должен должен быть и либо в голове либо нам на бумаге до модель самого ресторана дизайн плюс-минус за вы должны понимать и все остальное потому что здесь для того чтобы открыть дается очень мало времени поэтому вот но вот эти точки должны быть сделаны быть заранее я потом дальше объясню более подробно но пока места первое да это задумка ресторана и дизайном точно должен быть в голове плюс хоть до того чтобы понимание там уже какая мебель будет но такие вещи которые ну не играет роль на сам на сам ремонт интерьерный да на локацию ну там стулья подобранные столы и какие вы будете использовать все это должно уже быть и понимать дело это будет и дело первое вы изучаете полностью рынок изучаете его но саму культуру рынка здесь вы изучаете каждый район мы сделали помимо того что мы делали полностью бенч маркетинг мы приехав сюда мой партнер прожил здесь практически год в разных районах дубаев для того чтобы понимать но выходя по вечерам в рестораны понимать трафик людей понимать какая публика собирается и ты делаешь для себя тогда такое ну как бы исследовать исследование анализ да потом выпадут найдя благоприятный для себя для своего бизнеса район подходящий под вашу концепцию пошел в понимаете да там мясной ресторан открыть примеру здесь бейли там где основная масса там находится там миндусов это заведомо провально почему потому что корова у них священное животное естественно ну да можно не взлетно открывшись не взлететь вот поэтому четко нужно понимать район и под конце концепцию ресторана который в этом открывает дальше вы в этом районе в этой локации начинаете подыскивать себе непосредственно место делает это разными способами здесь там кто-то обращается непосредственно в агентство там недвижимости до рекрутинг агентства какие-то вот ну то есть мы как бы у нас есть партнеры здесь юристы которые тоже ребята владеют некой хорошей информацией подобаем они нам как бы помогали в этом вопросе но то есть как бы тут каждому как как будет удобнее пройти потом идет подписание договора вот на момент подписания договора то есть грубо говоря если вы нашли локацию это опять же совет если вы нашли локацию вы четко понимаете что вы хотите в этой локации взять ресторан вам примерно уже озвучили цену и все остальное вы понимаете что вы готовы его брать но вам осталось некие вопросы но нюансы по поводу там подписания договора до юридически сразу совет сразу запускайте дизайнерское бюро и пусть они стартуют работать договорите с людьми там делать какой-то изначально ну там планировку помещения все остальное да это может стоить каких-то денег но поверьте мне заплатив даже дизайнерскому бюро там 10 процентов старта или 20 если что если даже вы не подпишите договор и не дай бог что это точно будет дешевле чем потом вы не успеете открыться потому что пенальти очень серьезные сколько всюду по разному абсолютно всюду по разному причем если у открытия назначен в определенный срок могут читать там за каждый день пенальти насколько чтобы понимание от у вас вашему договору сколько было пенальти за просрочку я честно говоря я сейчас четко не помню по пенальти за просрочка потому что больше договором занимался мой партнер я доверяю ему в этом отношении он вот но приблизительно скажу что по моему у нас там было что-то порядка там или полторы тысячи или что-то три с половиной тысячи я не помню на нам да там день да там сумма какая сумма какая-то очень веселая то есть за ну там позже было за одну то есть ниже всюду по-разному да там причем я слышал что но есть там эти когда читает там это 6000 просрочка очень серьезно очень сложно очень сложно обмолок там штрафы сумасшедшие очень сумасшедшие поэтому я же поверьте мне это гораздо дешевле заплатить там на старте какую-то сумму для того чтобы ваши дизайнеры уже начали архитектор и начали работать вот последующая вы очень внимательно читая договор но скажу одно в дубая монархия не просто так даже в договорах с крупными компаниями они все делают под под свой лад и ситуация как бы ну там особо оспаривать но если тебе не нравится извини не работай аэропорт там до столица поэтому ты заведомо то есть ты должен быть убить переда уверен в бизнесе ты заведомо идешь на ну очень жесткие условия в их нею сторону есть такие договора когда там прописано просто если тебе что-то не нравится ты всему не имеешь права это просто примерно так звучит вот поэтому как бы ну тут уже вы должно любой бизнесмен он либо рискует либо не в дальнейшем после подписания договора вам дают небольшой срок каникулов и поверьте у них все регламентировано то есть они там могут дать там к примеру с момента подписания договора через услышьте внимательно через десять дней вы должны предоставить все планировки хорошо когда это ресторанчик у вас там 200 квадратных метров и вы там какая-то кафешка мороженое или кофейник когда у вас хороший полноценный ресторан но даже спланировать нормально кухню но это нужно иметь очень большой опыт поверьте ну разные вещи бывают вот потом там через через 10 дней ты подаешь планирование ресторана ну опять же это все до по-разному но все равно всюду есть сроки всюду ты предоставляешь а таймфрейм такой да как бы вот и там через примеру там 20 дней тоже должен там через месяц тоже должен чуть ли не подать полностью дизайн-проект причем на согласование на согласование им причем с отделкой какими материалами это будет использовано какие столы какой фирмы все ли на все ли сертификация я для себя иной ну просто когда мы там обращаемся в украине или где-то там обращаемся к дизайне а нам сюда ну нам только нарисовать надо там полтора два три месяца мы только будем там думать рисовать я не знаю честно как они здесь работают как работает здесь дизайнерские компании но вот у них есть четкие сроки им дают дедлайн там грубо говоря три месяца в моле по-моему вообще там два месяца на открытие да то есть ты должен понимать четко заходишь уже с нарисованным рестораном это сразу начинаешь его строить поэтому тебя подготовлена до момент до момента подписания договора ребята вам уже нужно знать кто будет строить ресторан понимание ресторана ну то есть все все должно быть так чтобы могли сразу стартануть запустить все поэтому вам после подписания договора быстро должны очень работать дизайнеры у вас должна уже быть ну подобранная хорошая команда которая будет строить это может быть mail конструктор главный вот это могут быть разные ну то есть мы для себя там пошли чуть по-другому да наши партнеры имеют свою строительную как бы но открыли под нас быстренько строительную компанию и мы там ну привезли тогда когда она получилась раз проблема не привезли ребята белоруссии русскоговорящих ну и естественно было конечно мне быстрее и легче строится вот поэтому у вас должен быть четко да уже подготовлены с кем вы будете строить кто вам будет это рисовать и строить надо очень быстро очень как бы тут не тяну нужно четко понимать что вы делаете впоследствии естественно там есть пойму вся документация и вас должна ввести какая-то хорошая юридическая компания причем не просто юридическая компания которая чем-то занимается ребята сразу проверяйте открывали ли они рестораны в дубае снг должны должен быть должен быть экспириенс по открытию ресторанов дубае очень много ну то есть там там есть очень много очень много нюансов да это там какие документы ты подаешь для строительства 10 д и там тут куча миллион название даже на память не помню но это то есть они должны ну иметь опыт открытия таких если не советуешь даже имея опыт открытия ресторан в украине ты не советуешь заниматься этим самостоятельно в начале точно нет потому что но вы значит не пройдя какой-то опыт ну там не пройдя по какой-то тропинке да ты не знаешь где лежат камушки вот и если ты начнешь это просто может еще больше затянуться и вы понимаете за ваш личный каждый день вы оплачиваете пенальти поэтому но лучше это будет опять цифры большие просят много но это всегда дешевле чем ну чем там неделя просрочки никто же не считает помимо пенальти сколько вы там открывшись можете не до заработать денег сколько услуги юридической компании будут стоить в среднем здесь в дубае я не могу сказать так точно потому что как бы тут но есть тут ну нужно анализировать рынок и он разные абсолютно и каждый там кто-то просит за обслуживание в месяц кто-то там просто называет какие-то баснословные цифры можно конечно пройти и там тебе скажут цифру такую которая не соответствует даже и рынку ну например ну не знаю там может сказать там я помню за открытие компании нам да там 1 люди которые нам кончитали что начали там порядка 70 тысяч долларов долларов это когда мы тогда первый раз приехали так все же сколько обошелся ресторан на пальме хороший вопрос рубрика неудобные вопросы рубрика неудобные вопросы я с вашего позволения не буду называть как бы сумму открытия бюджета единственное что я хочу сказать что те люди которые хотят открыть ресторан дубаи но если там сравнивать это допустим с украиной там где у нас есть рестораны то бюджет как правило нужно было понимание это как минимум там раза в два-три а то и в четыре больше чем в украине ну понятно что все зависит от локации но рассчитывайте на то что в бумаге так что железно это минимум два с половиной раза как бы бюджет превышает украинских бюджетов ресторанов если вы понимаете какой у вас редко ресторан в украине сколько он обходится вы можете смело умножать на два с половиной это будет бюджет примерно здесь дубая но если брать такую же площадь там и такой же единственное что посоветую одну если вы рассчитываете бюджет непосредственно открывать здесь то сразу к этому бюджету заложите еще сумму как минимум процентов 40 это форс-мажорные обстоятельства форс-мажорные обстоятельства это смысл том что у вас должны быть эти деньги здесь на месте там лежать на счете или что потому что она ситуация разная же объяснил до пенальти могут быть очень большие зачастую там могут суммы набегать там месяц просрочки там например там 200 тысяч дархан ты должен заплатить ну так приблизительно вот поэтому плюс опять же понимаете да вы привозите команду их надо кормить но у меня допустим ребята просидели практически два с половиной месяца вот и пришлось их там кормить содержать ну что давать какие-то деньги на то чтобы они могли хоть как-то там себе что-то позвали вопрос давай чтобы обозначить нужно иметь вот с вот этими всеми зазорами и дополнительными больше миллиона долларов чтобы чувствовать себя нормально при этом больше 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 все окей наговорились ты затронул хорошую тему тему команды команда является одной из основных составляющих в любом бизнесе в принципе вы привезли 99 9 процентов команды из украины в чем стратегия почему вы всех привезли оттуда у них нету опыта в дубае но как не секрет для нас как бы команда это главное для нас внутри культуры компании люди для нас это самая большая ценность вот и как правило люди в компании в нашей всегда работает ну заходят и работают очень долго у нас нет там текучки все остальное почему мы привезли сюда всю команду с украины да это с одной стороны как бы может быть и сложно да потому что ну ребята не имеют там экспириенс работы в дубае но мы привезли сюда помимо людей мы привезли сюда свою культуру которую мы не сможем на старте передать ну иностранцам или кому-то вот поэтому подбирая допустим в культуру в команду со стороны людей они уже будут пропитываться этой культурой они уже будет как в большой банке огурцов до кино добрасываешь один огурец и он промариновывается тем же рассолом поэтому ну иной раз на своем языке сложно донести некие тонкости культуры видения как нужно мыслить как это то естественно как бы сразу рассказать еще для тебя как бы не на родном языке это сложно проще когда ты ну подсаживаешь дал бы таким образом делаешь подсадку другой культуры и она потихонечку принимает это все принимает этот опыт принимает эту культуру и таким образом пропитывается в духом до то что ты несешь изначально ну в своем в своей корпорации любого я понял хорошо ну что я думаю что как говорится от слов к делу пора посмотреть ресторан покажи мне нам особенности аргентина гриль дубая и обязательно хочу посмотреть кухню вылка пойдем из наших как бы неких таких вещей это вот такая мини камера для сухого вызревания мяса это немецкая немецкий бренд рейдж мы привозили его в германии если я не ошибаюсь по моему делали заказ вот в нем как бы производится вызревание мяса пока мисс как бы сейчас на данном этапе открытия рамадан поэтому здесь немного отруби лежит вот плюс там два или три отруби уже вызрели свое время мы их нарезали уже на стейки и повакуумировали ну вот вот так как это выглядит вот допустим это мясо было его клали 15 05 на сегодняшний день у нас 24 этому вот уже 9 дней как бы происходит процесс вызревания мяса я хочу показать вам дальше как бы зайти на кухню да это вот как это выглядит как у нас происходит существует на кухне камера холодильная она не сильно большая так как кухня у нас не очень как бы позволяла сделать большую камеру но если интересно я могу показать это что я хочу показать вам святую святынь всех ресторанов это сердце ресторана кухня пойдемте если помнишь мы с тобой тогда говорили да вот этом мистинг фут как называется зонте в фирмой британия это английские зонты вот он сейчас как раз действие на это посмотреть то есть зонт супер честно говоря я очень доволен как он работает он не выходит лишний дым пары все остается как бы в куполе зонта нету потустороннего потустороннего запах но это the best я скажу зон вот здесь мы ставили полностью оборудование все видно да это все электролюксовское оборудование плюс как бы машина такая как параконвектомат рациональ примерно но это получается горячая зона там где ребята ну делать горячие блюда вот так это все выглядит в рабочем процессе обязательно на каждой зоне должен присутствовать присутствует должна мойка и по нормам хаспа здесь это санитайзер непосредственно для дезинфекции рук жидкость для мыла ну естественно как бы сухие полотенца вот вот такой боекомплект на каждой зоне у вас должен быть это такая получается пропейер зона то есть зона подготовительная да вот здесь точно также находится машинка электролюкс для мойки и сушки овощей последующая как бы мойка жидким мылом это как такая небольшая малая зона для подготовки там овощей ну помыть и это следом такая мясная зона здесь находится пила как раз на данном этапе можно будет посмотреть процесс как нарезает стейки сейчас вот михаил это шеф-повар рестораны аргентина гриль дубаи он выставляет сколько сантиметров по сколько сантиметров будет нарезаться стейки подготавливать все к работе что включается вот так стартует наша тела тела у нас особенная видите она такая в охотничий раскрас вот так что можно как бы и дичь нарезать будет как раз интересно красиво и 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 Севит итальянского производства, это компания Сирман, никаких реклам, просто люблю эту компанию, достаточно хорошая, ну вот такой Севит. Следом идет вакууматор, ну сейчас это как подготовка, потом они чуть-чуть расставляют по-другому, потому что это находится ближе к зоне, там где мойка, они делают на нем фреши и все остальное. Это робот Купер, ну вот так все как бы оборудование. Если интересно, обязательно в Дубае, то есть как бы здесь под каждой мойкой располагается грейстрап, ну то бишь жироулавливатель. Если интересно, я могу его показать. Обязательно вы должны подписать договор с компанией по поводу чистки грейстрапа, потому что при открытии обязательно требуют эти документы, договора как раз о обслуживании грейстрапа. Ну и как говорится, самое мое любимое место на кухне, которое я люблю больше всего, это зона гриль. Там где находится вот такая печь закрытого типа Хоспер и рядом находится наша парилья, тоже компания Хоспер. В оборудовании это машины Феррари. Это аутентичная парилья, которую произвела компания Хоспер. Очень круто, очень удобно на ней работать. Верхние полки для того, чтобы прогревать мясо перед тем, как начинать жарить. И вот такие вот регулируемые полочки, да, то есть насколько вам надо там либо ниже, либо выше поднять, дабы регулировать расстояние решетки от угля. То есть вы должны понимать, чем там толще мясо, тем, допустим, нужно запечатать его и поднять выше, для того, чтобы оно не сгорело у вас. Чем тоньше мясо, тем вы ближе должны опустить решетку к углю, для того, чтобы сделать хорошую корочку, но мясо не успело там быть well done, к примеру. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас пока мы с ребятами поставили прогревать стейк, в дальнейшем мы вместе с тобой, Андрей, его пожарим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Так, пока начальники не видят, как тебя зовут? Меня зовут Юля. Юля, расскажи вообще, сколько ты уже в Дубае? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь мы уже в Дубае три месяца, получается. Открылись около недельки, вот, работаем, запустились, работаем официантом. Как вообще Дубай? Впервые здесь? Да, здесь впервые. Дубай, в принципе, очень нравится город, очень современный, очень развит в плане технологий, в плане сервиса. Люди здесь все такие счастливые, люди здесь все такие счастливые, отдыхают, солнечные, расслабленные. А где живете вообще, в каком районе? Живем на GVC, Gumeira Village Circle, называется наш район. Живем всей компанией в двух виллах трехэтажных. У нас замечательный accommodation просто, у нас на крыше бассейн. То есть, условия вообще потрясающие для проживания. А что за эти три месяца, вот, ты заметила, и что тебе не понравилось в Дубае? Не знаю, сложно очень ответить. Ну, впечатления больше хорошие, чем плохие. Не знаю даже, что не понравилось, честно говоря. Ну, может быть, что очень-очень жарко, ну, днем. Ну, еще мы не попадали во время вот Рамадан, что такое. Для наших славянских людей это вовсе непонятно, что там нельзя в обед до 7 вечера, пока солнышко светит, не пить, не кушать в общественных местах. В принципе, что еще нравится, очень безопасный город. Ну, то есть, вечером, в любое время суток можно выйти, не переживать, что какие-то разбойники или кто-то еще нападет вас, может обидеть здесь. То есть, очень безопасно здесь. Хорошо, спасибо, Юль, большое. Пожалуйста. Вот, например, если обратите внимание, да, к примеру, эти там стулья, да, это все из кожи, это испанская, ну, испанская мебель была проведена с Испании. Вот полностью кожаная стена. Эта стена заказывалась, не поверите, заказывалась в Харькове, потому что здесь есть стеснение наше аргентинское солнце. И тогда, когда мы начали искать здесь, в Дубае, кто может сделать, во всех Дубае не нашлось людей. Они говорят, мы такое, ну, то есть, мы теснение здесь не делаем. И мы нашли в Харькове, нам сделали это теснение, передали сюда, и здесь мы уже сами собирали. Точно так же у нас, как бы, полностью кожаные испанские диваны, это вся мебель с Испании. Ну, так, чтобы это тактильно было, очень, как бы, приятно и удобно сидеть. Вот, например, вот этот стол, это полностью стол из меди, ну, травленая медь. Видите, он сделан без ножек и без подставки, только на двух опорах, тоже из металла, то бишь медь. И вот так мы обыграли, как бы, горшки для деревьев. Это подобие аргентинской колобасы, да, чтобы привнести, как бы, нашей аргентинской тематики, да. Это вот такая большая колобаса, в которой растет дерево, а вообще, там, в Аргентине из них пьют всем известный чай Мата. Ну, и, естественно, мы, там, наши дизайнеры, мы, как бы, там много просили, чтобы они привнесли к нам больше, как бы, аргентинских таких фишек. Друзья, хочу вас познакомить. Познакомить Станислав, управляющий Аргентина Гриль Дубаи. Стас, расскажи, пожалуйста, свои впечатления о Дубае. Это вообще первый раз в этом городе. Ну, добрый вечер, прежде всего, тебе, Андрей, и твоим подписчикам. Да, первый, это мой первый опыт вообще в Дубае, который для меня оказался очень интересным, и не буду скрывать, очень сложным. Такой он был для меня необычный. Поэтому результат, как видите, налицо. Гости оценят нашу работу. А в чем необычный опыт? Необычный опыт заключается в том, что, я думаю, большинство твоих подписчиков, которые были в Дубае, какой-то бизнес строили или работали в Дубае, я думаю, точно столкнулись с местным менталитетом выполнение задач и удлинение, скажем так, пролонгации исполнения этих задач. Очень сложно было коммуницировать с людьми индийских и филиппинских национальностей. Это был для меня безумно новый опыт. Поэтому находить с ними какие-то... Как это правильно? Договариваться с ними, в общем, было не из самых сложных моментов в решении всех этих вопросов. Это просто жуть. Есть алгоритмы, которые отработаны и технические, исключительно операционные, которые в Украине, предположим, уже отработаны и стоят на рельсах. Здесь это, оказывается, делать приходилось через голову с прыжком с сальто и кувырками, и при этом делать колесо. Поэтому это было очень как бы нелегко. Хорошо, спасибо. Желаю успеха и процветания вашему ресторану. Спасибо. Пока мы ожидаем наш сочный стейк. Хотим выбить какой-то бонус для наших подписчиков у Паши. По что мы можем предложить подписчикам съедобного бизнеса? Ну, хочу, как бы, в первую очередь я всех рад буду встречать в нашем ресторане, всех подписчиков съедобного бизнеса. Поэтому вот такая карточка для всех, кто придет к нам в ресторан и скажет в промокод «Мы от съедобного бизнеса», все получат от нас вот такую карточку «Аргентина Гриль», которая действует и будет действовать во всех ресторанах Аргентины Гриль Дубаи, в Киеве, в Харькове и по всей Украине. Мы выдадим всем карточку максимальную на 20% скидку. Вау, это очень круто. Давай определимся с промежутком времени. До конца лета нормально будет? Да, до конца лета, до 1 сентября, мы гарантируем для всех карточку по съедобному бизнесу 20% скидки. Ну, я хочу сказать, что такого бонуса для наших подписчиков еще не было. 20% карточка. До 1 сентября приходите в Аргентина Гриль Дубаи, говорите, что вы от съедобного бизнеса и требуйте вашу клубную карточку на 20% скидки. Она будет действовать во всех ресторанах Аргентина Гриль. Пока это Украина и Дубай, но я уверен, что очень скоро это будет мировая сильная сеть. Для тебя мы передадим тебе ее красиво в конверте. Когда будет у нас Гранопенинг, мы тебя пригласим и выдадим тебе карточку точно так же 20%. Но ты же понимаешь, да? То есть мы зафиксировали на камеру, поэтому уже никуда не денешься. Я никогда не отказываюсь от своих слов, поэтому я всех жду, всех раз видеть. Поверьте, карточка – это не самое главное. Почему я хочу вас здесь видеть? Я всегда открыт, открыт к общению. Приходите, всех буду рад встречать. Хотим сделать для вас, для всех, чтобы вы почувствовали себя комфортно в этом ресторане. И, уходя отсюда, вы получали наслаждение от отдыха. Уже несут нам мясо, поэтому мы подготовлены, с открытием вас начинаем уже праздновать. Чин-чин. Чин-чин. Вау! Выглядит очень аппетитно. Это еще и очень вкусно. Я даже не сомневаюсь. С вами сегодня был Съедобный Бизнес. До следующих выпусков. Ждем в Аргентино-Гриль Дубае, в новом мясном ресторане, новая локация. Прощай, Нусред. Ставьте лайк этому выпуску. Пишите ваши комментарии. До следующих выпусков. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!